Добрый день, дорогие друзья! Это заключительная лекция океанского лектория в рамках комплексных мероприятий, посвященных наукам об океане и эллиботе. Встречайте нашего гостя, доктора Рикарда Рура, специалиста по охране природы Антарктики, независимого ученого с большим опытом исследования, анализа и защиты интересов Антарктики и системы договора об Антарктике. Итак, пожалуйста, доктор Раура, вам слово. Спасибо большое. Добрый день всем. Позвольте мне сейчас включить свою презентацию. Спасибо большое еще раз. Сегодня я представлю выводы доклада по изменению климата в Антарктике, которые были подготовлены в марте 2021 года. И они были подготовлены в Международном научном центре имени Будра Вильсона в Вашингтоне. На этом семинаре в Вашингтоне около 20 международных экспертов, у которых был огромный опыт, обсуждали изменения в Южном океане и каким образом это влияет на изменение климата в глобальном масштабе. И также они обсуждали возможную политику, которая необходима для решения связанных климатов рисков. Я лишь скромно представлю вам этот доклад, поскольку большинство из моих как раз соавторов и участников семинара непосредственно принимали в нем участие в его разработке. В то же время я работал исследователем в Антарктике и в системе договоров об Антарктике и договора об Антарктике 1959 года. И я представлю вам то, каким образом на форумах предлагают бороться с изменением климата. Я представлю вам мое мнение о том, что происходит. Если какие-то будут ошибки, то это связано с моим мнением. Флоренс Калеони участвовал в разработке этого доклада. Иван Бломлун. А также принимали участие в разработке мои коллеги из России, которые также входят в организацию коалиции Антарктики и Южного океана. Я благодарю за возможность представить это здесь сегодня. Почему именно россиянам нужно заинтересоваться тем, что происходит в Антарктике? Для этого есть две основные моменты. Первое – это история. 200 лет назад первая антарктическая экспедиция отправилась на судах «Восток» и «Мирный» под руководством Биленстаузена и Лазарева, и они обогнули Антарктику. 16 января 1820 года эта экспедиция впервые увидела Антарктический континент. Экспедиция началась… С этой экспедиции началось российское повлечение и участие в делах в Антарктике. И Россия по-прежнему активно участвует в Антарктике. Вторая причина – это климат, а точнее изменение климата. 200 лет назад была предпринята первая экспедиция, и мы видим, что влияние человека серьезно приводит к серьезным последствиям для всех земных систем. Изменение климата в Антарктике, конечно же, повлечет за собой влияние на Россию и на все уголки мира. Глобальные изменения климата приводят к изменениям по всему миру и необходимы со стороны государств, международных организаций, для того, чтобы мы предпринимали больше, для того, чтобы бороться с изменением климата. Я быстро опишу методологию, и для этого мы определили специалистов, у которых есть большой опыт в рамках рамочной конвенции ООН по изменениям климата, научного комитета по измечению Арктики или те, которые опубликовали важные работы на эту тему. Мы вели научные переговоры в рамках Антком. Это одно из крупнейших институтов, которые управляют вопросом. И прежде всего, вначале мы пригласили их к обсуждению таких тем, как климат, океан и морские животные виды. И вопрос заключался в том, что может сделать Антком в грядущие годы, чтобы решить проблему с климатом, для того, чтобы усилить устойчивость климата. Мы разделили ученых в смешанные группы после этого. И спросили их о том, какие изменения могут быть сделаны для того, чтобы усилить устойчивость. Мы прокомментировали их обсуждение, и на этом был основан доклад. Каковы были итоги этого обсуждения? За последние годы Южный океан очень сильно нагревается, что привело к необратимым изменениям. Он нагревается как на поверхности, так и на глубине. Семинар заключил, что изменение климата быстро ускоряет моменты в Южном океане к необратимым изменениям, подталкивая их к необратимым изменениям, включая увеличение температуры океана. что приводит к отступанию ледников и их разрушениям, уменьшению объема ледников, окислению океанов и изменению к циклу СО2, которые мы будем позже обсуждать, и динамику изменения ареалов и распределения видов, а также нарушения в трофических цепях морских животных и существ, которые живут на морском дне до крупных животных, крупных хищников. Ключевой момент заключается в том, что это влияние взаимосвязаны, все уровни этого вреда взаимосвязаны друг с другом и являются долгосрочными. В докладе мы говорили о таком понятии, как переломный момент, и я хотел бы на этом остановиться. Согласно МГИК, это уровень изменений в системах, после которых система самоорганизуется, иногда нелинейным образом, и не возвращается к своему начальному состоянию, даже если усугубляющиеся факторы ослабляются. Для климатической системы это означает критический переходный момент, после которых глобальные и региональные изменения климата приводят систему из одного стабильного состояния в другое. Вот здесь у нас стабильная система, вот для примера. если мы вменяемся по вертикальной оси, мы получаем стабильное состояние. То же самое, если, что будет сравним, если будут системные изменения. И в этом случае мы видим, что слева показан график, после которого изменения будут необратимыми. Продолжение следует... Продолжение следует... Вы меняете слайды, у вас не меняются слайды. Извините, у меня они меняются. Вы видите название, да, первый слайд? Вы видите благодарность, возможно? Я на... На моем экране у меня все видно. У вас есть еще слайды, правильно? А сейчас мы видим ваши слайды. Ой, извините, пожалуйста, извините. Жалко, потому что слайды были интересные. Тогда я все-таки пройдусь по ним, потому что они... Их стоит показать. Вот я... Извините, пожалуйста. Это экспедиция, о которых я говорил. Первая русская экспедиция, во время которых шлюпы обогнули Арктику. И второй аспект – это климат. Насколько сейчас происходит серьезное изменение климата в районе Антарктики. И вы здесь видите крушение антарктического шельфа, который произошел несколько лет назад. Это, я думаю, что вы уже поняли и без слайдов. Этот слайд касается того, каким образом изменение климата влияет на то, что происходит в Антарктике. Мы видим повлияние потепление океана, что ведет к обрушению шельфового ледника, к отступлению ледников, ведет к потере морского льда, к повышению уровня кислотности океана, что влияет на химик океана. Это ведет к поглощению углерода, и, следовательно, идет случение распределения видов. А здесь я говорила о переломных моментах. То есть у нас может быть какое-то стабильное состояние. И мы переходим к новому состоянию системы, и это изменение может быть необратимым. Это очень сложные системы, это очень сложные процессы. И изменения в одной сфере, например, в физических границах, может как будто бы каскадом повлиять и на другие сферы, например, на биогеохимическую или на экосистему. Это то, что мы видим в отношении изменения климата. В 2019 году был создан доклад, и я покажу вам несколько графиков, а также нынешние новые прогнозы. Средняя температура поверхности океана повышалась, и мы видим здесь несколько прогнозов. Голубым выделен тот прогноз, который связан с низким выбросом парниковых газов. И при условии, что будут приняты меры по смягчению изменения климата. И эти действия должны привести к ограничению повышения глобальной средней температуры двумя градусами Цельсия. В отличие, если у нас не будет никаких, не предпринято никаких мер по ограничению выбросов парниковых газов, то будет у нас уже не такой благоприятный сценарий. И на следующем графике вы можете видеть, каким образом все эти факторы влияют на лед. Здесь показана температура и глубина. И также отмечено влияние на слой льда и также на ледники. Повышение температуры на поверхности ведет к разному повышению и на глубине. Если у нас будет повышение на полметра, то тогда в ближайшие 200 лет изменения, прогревания будут огромными. И разница между низкоуглеродным сценарием и высокоуглеродным сценарием будет огромна. Согласно научным данным, в конце этого века повышение уровня моря может быть в три раза выше, чем раньше считалось. И около 230 миллионов людей будут жить ниже одного метра по сравнению с уровнем моря. Есть различные механизмы нестабильности и различные механизмы могут происходить вследствие повышения температуры моря. и они могут по-разному влиять на ледники, которые составляют ледниковый покров. И они, соответственно, будут падать. Повышение температуры может привести к постоянному сокращению ледникового покрова. морской лед. Здесь вы видите морской лед, который у нас наблюдается вокруг Антарктики. Мы видим, что среднее сокращение льда увеличилось ежегодно в последние годы. третий процесс, который мы упомянули, это изменение в химии океана. И это происходит вследствие разложения СО2 в воде, которая формирует углеродную кислоту и создает ионы, которые реагируют с организмами, которые живут в океане. и здесь вы видите сокращение и понижение показателя pH, и, следовательно, сокращение кислорода. Эти процессы могут иметь влияние, например, на морскую бабочку или на антарктического криля. И это влияние может быть достаточно существенным в зависимости от сценария, который мы берем. И это влияние может касаться огромных площадей. Если мы видим сценарий А, не такое большое влияние, то в случае сценария В влияние будет огромным. И оно будет крайне губительным для многих существ. Мы также говорим об изменениях в региональном связывании. За счет фиксации финтопланктоном, захватом и финтопланктоном. Затем углерод может осесть на дно и также он там может быть переработан бактериями. Потепление океана может нарушить целостность этого процесса из-за минерализации атмосферного углерода. Это может повлиять на доступность пищевых ресурсов для различных организмов. И это может обладать потенциальным вредом для всех трофических цепей. Эти изменения, они будут действовать также влиять на географическое распределение, на доступность пищевых ресурсов. Например, изменения климата уже привели к тому, что криль, который играет ключевую роль в трофической цепи в Антарктике, он начал мигрировать в южную сторону, и он просто удаляется от тех хищников, которые на него охотятся. И это также влияет на жизнь других животных, таких как пингвины, киты, тюлени и других участников трофической цепи. Этот мы график пропустим. Он показывает влияние на жизнь крупных хищников, мы видим, что это будет зависеть от температуры океана, температуры льда. Я его включил, потому что он показывает более локальные факторы, которые могут затронуть жизнь этих животных. Понятно, что есть изменения климата, но есть еще и местные изменения, которые влияют, такие как изменение объема льда и так далее. И эти проблемы также должны быть включены в стратегию по защите. Антарктика имеет важную роль в регулировании климата, глобального климата. И это может иметь глобальное значение. Океаны взаимодействуют глобально. Мне нравится в этом графике то, что в нем показана его центральная роль Южного океана, которую он играет на глобальном уровне. Мы видим, что она находится в самом центре всего процесса. Мы переходим ко второй части, а именно то, как наши процессы влияют на глобальные системы. Это повышение уровня мирового океана, изменение температуры поверхности моря, утрата важнейшей среды обитания, биоразнообразия и так далее. Все эти изменения требуют действий от лиц, принимающих решения. В качестве примера показываю вам некоторая выборка экстремальных явлений, произошедших за последние 20 лет, которые связаны с океаном и криосферой. Мы видим, что эти климатические явления в различных частях мира происходят, включая засухи, потоки теплого воздуха в морской среде и так далее. Также наблюдались случаи активного таяния ледников не только в Антарктике, но и в Арктике. Вы наверняка знакомы с важностью этой проблемы в арктическом регионе. Это другой график показывает, он показывает типичные, такие критические точки, которые имеют высокую вероятность реализации. И мы видим арктический регион, и мы видим большие изменения в циркуляции вод в этом регионе, на Северной Атлантике и в Арктическом океане. Для России и Европы есть другие причины для беспокойства, например, окисление и обескислороживания. Сейчас мы немножко отдохнем от научного аспекта и посмотрим на стратегии, которые предпринимаются. Это очень-очень простая схема системы договора в Антарктике. Есть договоры 1959 года, конвенция по сохранению морских живых ресурсов в Антарктике и, соответственно, комиссия, которая занимается этим, а также научный комитет по изучению Арктики и так далее. Эти институты принимают меры, которые потенциально помогают в борьбе с изменениями климата в Арктическом регионе. Было более позднее соглашение по протоколу по защите. Они оба действуют в различных территориях. Вот вы видите, например, территорию, которая отмечена желтым цветом. Это сфера применения конвенции. Антком, комиссия, о которой я говорил предварительно, обсуждает изменение климата уже долгое время. И в недавнем исследовании было перечислено то, каким образом шли эти обсуждения. Здесь сначала показано, как Антком сначала включили в свою повестку свои обсуждения. Они приняли несколько мер по сохранению, которые выделены здесь жирным цветом. Один из них – это не имеющий юридической силы мера и принятие понятия морских храняемых регионов или моров. Это защита специальных регионов, где происходит обрушение льда. И, наконец, принятие утверждения этих территорий моров. Но, однако, не все было включено в эти юридические обязывающие документы. И это проблема, которая заслуживает большего, более обширного диалога и больших обсуждений со стороны членов. Например, я уже упомянул проблему морских охраняемых регионов в Антарктике. В 2016 году был принят один из документов вот здесь. Было предложение для этой территории в 2009 году. И было еще несколько предложений внесено. Сейчас они все еще находятся в повестке дня и обсуждаются. Вот такой можно нарисовать цикл действий, который начинается с включения в повестку, затем уточнению, затем идет уточнение мер и их применение или неприменение. Антком прочно и уверенно включил изменения климата в свою повестку. Были обсуждены некоторые аспекты стратегии по борьбе с изменениями климата. Были подчеркнуты важные меры. Некоторые из них были признаны временными. Например, защита территорий, где происходит обрушение лидерального шельфа. И в целом им еще нужно завершить этот цикл, заключить его более сфокусированно, подойти к некоторым вещам, которые еще не обсуждали. Например, программу по ответу на изменение климата. И обсуждения стратегий могут быть очень сложными и непонятными на протяжении времени. Но мы надеемся, что проблемы, которые еще не обсуждались, обязательно займут свое место в рамках обсуждения повестки. На семинаре мы обсуждали, как усилить устойчивость в Антарктике и в Южном океане. И мы обсуждали, мы говорили о сокращении выброса парниковых газов, защите биоразнообразия и обновлении стратегий, включение изменений климата в важнейшие повестки. Дополнительно подчеркивать усилия несуществующей политики по управлению рыболовными промыслами в регионе. И дополнительно подчеркивать важность предосторожного подхода в принятии решений в Южном океане. Эти принципы постоянных изменений, есть надежда, что они смогут предотвратить необратимые изменения, предотвратить эти точки невозврата. Существует также большие глобальные рамки, в частности это рамочная конвенция ООН по изменению климата, в которой изложены инструкции о том, каким образом сокращать выбросы парниковых газов в соответствии с ОНОВ, определяемых на национальном уровне вкладов. И также существует десятилетие наук, связанных с океаном ради устойчивого развития 2020-2030 год. И это часть повестки дня устойчивого развития до 2030-го года. В ней изложены цели, которые необходимы для достижения устойчивого развития. И страны обсуждают возможность подписания соглашения по защите морского разнообразия. И система антарктических договоров также способствует этой работе в Антарктическом регионе. Я упомянул еще один аспект. Система антарктического договора говорит о том, что Россия, Китай и Россия являются самыми большими загрязнителями и самыми крупными странами, которые выбрасывают СО2. И сейчас идет работа по ограничению этих выбросов. Глобальные изменения климата, как я уже сказал ранее, крайне негативно скажется на Южном океане, но последствия затронут всю Землю. И нам нужны действия со стороны стран и со стороны международных организаций для того, чтобы бороться с этим изменением климата. Международное сотрудничество в рамках науки является крайне важным. И оно должно продолжаться вне зависимости от сложности в других областях. Благодаря международному сотрудничеству органы системы антарктического договора могут работать и функционировать. Я думаю, что это не вся картина изменения климата в Антарктике, но я думаю, что вы представляете теперь те проблемы, которые требуют решения. Спасибо. Спасибо большое, доктор Раура. Видео записано. Если кто-то захочет посмотреть на слайды, или если кто-то захочет рассмотреть слайды поближе, они смогут это сделать. У нас два вопроса на данный момент. Первый вопрос касается различных видов в Антарктике. Вы показывали связи между различными видами. Какие виды животных сейчас наиболее уязвимы перед лицом изменения климата? Вы знаете, люди всегда показывают пенделинов или еще кого-то. Может быть, какие-то более мелкие животные страдают от этого. Да, это очень хороший вопрос. Насколько я понимаю, изменение климата влияет на всю экосистему, и оно влияет на все виды животных в Антарктике. Некоторые виды более подвержены, конечно, изменению климата, чем другие. Это, конечно, икриль. И это влияет также на то, например, где этот антарктический криль обитает. И это изменение сферы обитания связано с температурой. Пингвии также страдают. И различные виды животных по-разному реагируют на изменение климата. Виды, которые, выживания которых зависят от льда, они более уязвимы. А в начале этого года на другой встрече по экосистемам было предложение внести императорского пингвина в список защищаемых животных. Есть также и другие виды на полуострове Антарктики, которые реагируют на изменение климата. Различные виды самих пингвинов. Изменение климата повлияет в будущем даже более серьезным образом, если мы не будем предпринимать меры. И как я уже упомянул на одном из моих слайдов, согласно некоторым прогнозам, влияние будет на местном уровне. И рыбный промысел также влияет на эти виды. Вся экосистема – это морская экосистема. Это очень сложный процесс. И это все, что я могу сейчас сказать, отвечая на этот вопрос. Спасибо большое за ваш ответ. Я думаю, что ваш ответ был очень важен для наших слушателей. Есть еще вопрос от Марии Петербурга из Санкт-Петербурга. Ее вопрос сложный. Кто принимает решение по Атлантическому договору? Кто решает, что должно стать частью Антарктического договора? Кто предлагает положение? Кто решает эти люди? Да, хороший вопрос. Антарктический договор был подписан в 1959 году. И он был подписан 12 странами, которые вели активную работу в Антарктике. Это страны-подписанты. Это был Советский Союз, сейчас это Россия. Были также и другие крупные мировые державы, такие как США, Великобритания, Аргентина, Чили, Южная Африка. Они собрались, и люди, которые представляют эти страны, они провели обсуждения, и их отбирали как представители от этих стран. Если вы обратитесь к конвенции по охране морских ресурсов, которая крайне неотъемлемым образом связана с Антарктическим договором, там есть представители различных управлений по охране, и большие следы ученых. Главное, это то, что это не один какой-то человек принимает решения. Эти решения принимают все страны, которые активны в деятельности. Спасибо большое. Есть еще последний вопрос. Это от меня. Наши слушатели очень молодые, и многие из них будут возможно политическими лидерами через 20-30 лет. Что бы вы сказали этим будущим лидерам сейчас? Как они могут внести вклад в защиту Антарктики в будущем? Что бы вы им сказали? Спасибо большое. Это очень хороший вопрос. Ирина. Я думаю, что людям необходимо задавать... Я имею в виду, что многие страны работают в Антарктике, и на национальном уровне нам необходимо привлекать внимание к этим проблемам. Необходимо, чтобы будущие поколения думали о том, как они будут действовать в этом регионе. Есть много способов сделать это в политике, и наука. И наука – это очень ценная сфера. Возможно, необходимо принимать больше участия в изучении, и у России есть преимущества, поскольку Россия работает в полярном регионе, и у вас есть возможности для разработки опыта в различных регионах. И это первое, что я бы хотела сказать. Мои коллеги в России работают тесно с образованием. И мы очень много обсуждаем эти вопросы. Я знаю, что мои коллеги из России провели очень интересную работу. и думаю даже о концепции не просто студентов, а очень молодых людей. И предлагают программы для них. То есть я бы сказал, образование и принимайте участие. Спасибо большое. С нашей стороны мы сделали все возможное для того, чтобы представить эти лекции в рамках нашего океанского ликвурия. Нашей аудитории я хотела бы вас поблагодарить, доктор Раура, за то, что вы присоединились к нам сегодня и за вашу прекрасную презентацию, за то, что вы ответили на наши вопросы. Мы надеемся, что вы поймете участие в будущих наших событиях. Спасибо большое. Так и завершился наш третий день океанского лектория. Мы хотели поблагодарить наших дорогих гостей и наших партнеров Коалиции Южного океана и Антарктики, Центр морских исследований МГУ, а также Комсомольскую правду, которая была нашим информационным партнером. Все лекции записаны и доступны на платформе Комсомольская правда, а также на официальном сайте нашего проекта универ.ст.су. Мы также хотели бы пригласить вас на онлайн-урок. Этот урок называется «Два полярных океана», и он пройдет завтра, и его будет вести Елена Жарко. Пожалуйста, присоединяйтесь. И не забывайте задавать ваши вопросы в комментариях, и мы обязательно опубликуем на них ответы. Спасибо большое. Увидимся. Продолжение следует...